СОЙГУ! ГЕРАСИМОВ! ГДЕ ОБЫЕ ПРИПАСЫ? Нас 25 тысяч! И мы идём разбираться! 23 июня 2023 года впервые в новейшей истории в России начался вооружённый мятеж. Мы хотим получить начальник генштаба и шайку. Военные на тяжёлой технике двинулись колонной по федеральной трассе в сторону Москвы, требуя расправы над военным руководством. Не доехав до столицы, мятежники развернулись. Их лидер объявил о возвращении своих подразделений на позиции. Мы разворачиваем свои колонны. Говоря о мятежи Евгения Пригожина и его бойцов, можно быть уверенным только в этом наборе фактов. Выступление повара Путина даже спустя год остаётся одним из самых загадочных событий в истории России. О нём и рассказать больше некому. Самолёт с Пригожиным через два месяца после его похода на Москву упал недалеко от резиденции Путина на Валдае. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. Что происходило до, вокруг и после мятежа? Чтобы хотя бы немного подобраться к ответам на эти вопросы, мы решили заново взглянуть на марш справедливости, что ему предшествовало и чем он закончился. Это не военный переворот. Это марш справедливости. Доброго, ребят. Как дела? Как настроение? Отлично. Вы за мной. Затрапись. Хорошо. Поймали. Стронечко, настрой боевой. Ждём задачи, так сказать. 22 июня приближённый к ЧВК «Вагнер» военкор Александр Симонов канал «Позывной Брюс» выкладывает пятиминутную экскурсию по тыловому лагерю наёмников. Нормально. Отличное настроение. Шикарное. Готовы работать. Новую задачу ждём. Ну что ты рвать? Голканула, ты что такое? Да, что ты, что ты, что ты, что ты? Это кадры из того же лагеря, сделанные спустя сутки. Их распространяют вагнеровские анонимные каналы. Место дислокации наёмников якобы обстреляли свои. Пригожин публикует ответ. Это начало мятежа. Они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Те, кто уничтожили сегодня наших парней, те, кто уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Те, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза. И уничтожать немедленно любую авиацию, которую увидим над своими головами. Между публикацией видео обстрела позиций Вагнера и угрозой восстановить справедливость прошло 20 минут. Все должно выглядеть сумбурно и казаться эмоциональной реакцией. Но при этом у видео обстрела есть явные признаки монтажа. Вот, например, фрагменты видео вырезались и склеивались. То есть видео появилось не спонтанно. Его сняли, куда-то отправили, смонтировали, а только потом выложили в Телеграм. Быстрая реакция Пригожина, который якобы тут же посовещался с командирами и решил идти на Москву, как раз тоже может говорить о спланированности акции. Вдобавок, на самом видео нет десятков трупов, о которых говорит лидер Вагнера. Их только два. Нет и стопроцентных признаков именно ракетного обстрела. Баронок от взрывов, выкорчеванных деревьев и других признаков атаки. Теперь здесь размещаемся. На Бахмуте нас уже будет не должно. При этом весь последний месяц Пригожин сам проводит экскурсии по тыловым лагерям. Определить геолокацию этого лагеря по видео военкора Симонова, опубликованному за сутки до удара, смогли журналисты новой газеты по открытым источникам. В общем, найти цель для удара без специальных средств могли и украинцы, и недоброжелатели своих. Пригожинские медиа для этого все сделали сами. Пусть и было там больше, больше. Тем не менее, в тот момент кадры выглядят как будто логично. Посреди несколько месяцев у Пригожина публичный конфликт с Министерством обороны, а удар по позициям Вагнера — попытка усмирить чересчур болтливого и прямолинейного повара, который за полгода сумел создать миф. Его как бы частная компания эффективнее официальной российской армии. А сам Пригожин — слуга царю, отец солдатам, которому министр Шойгу и начальник генштаба Герасимов вставляют палки в колеса. Солдат при Шойгу перестал существовать. Это просто ничтожество. Столетний позор, под Киевом перегруппироваясь. А теперь слушайте меня, сука, блядь! Шойгу! Герасимов! Где б***вые припасы? И правда, где? Снарядный голод, в котором Пригожин винил Шойгу и Герасимова зимой 23-го года, то появлялся... Мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. ...то пропадал. Но благодаря другим людям. Спасибо Мантуру и Носенкову за новые снаряды. Действительно, я благодарил Мантурова, Носенкова за то, что они героически сделали то, что сделать было невозможно. Увеличили в десятки, в сотни раз производство боеприпасов. Возникает противоречие. То ли снарядов не хватает из-за саботажа в руководстве Минобороны, как казалось в заявлении Пригожина ранее, то ли их нет из-за слабого производства. Так или иначе, дальше голод опять возник. И опять по вине Шойгу и Герасимова. Судя по всему, Пригожина снабжали так же, как снабжали и другие подразделения российской армии. О том, что проблемы со снабжением артиллерии были общими, подтвердил проекту бывший боец ЧВК Вагнера. Боеприпасы стали экономить контрнаступлению украинской армии, которого ждали летом 23-го года. Снарядный голод начался у всех, а не у одного Пригожина. За год с момента мятежа Пригожина его бывшие наемники сумели опубликовать кучу мемуаров. Это и посты в Телеграме, и даже целые книги. Как правило, в них ни слова о мятеже, зато есть интересные детали того, как наемники снабжались во время штурма Бахмута. Вернее, на что тратились их боеприпасы. На фоне отсутствия наступательных действий и бездельного сидения штурмов на передке участились случаи нарушения правил компании в отношении спиртных напитков. Так, двое бойцов одного из штурмовых отделений, перебрав с домашним вином, найденным в одном из подвалов, застрелили собственного командира. Чтобы другим не повадно было, эти двое неудавшихся продукта военного воспитания были доставлены к командиру отряда, нещадно отпизжены и украшены, как новогодняя елка, гранатами Ф-1. Одному привязали гранату к ноге, второму к голове. Усики расслабили, кольца между собой связали леской. Потом отпустили. Опущу дальнейшие подробности. Это фрагмент книги бывшего бойца ЧВК Вагнера Александра Стрельникова «Встреча с родиной. История одного вагнеровца». Стрельников был оператором противотанкового ракетного комплекса. Сейчас будем стрелять. Быстрел! Огонь! В своей книге, вышедшей в этом году, Стрельников описывает быт бойцов ЧВК Вагнера во время штурма Бахмута. До него, рядового бойца, информация о дефиците боеприпасов доходила только в качестве слухов. Его эти проблемы не касались. В то время проблемы со снабжением нас боеприпасами набирали оборот. Нам не доводили эту информацию, но мы понимали, что что-то происходит. Птуры пока что были в достатке, потому на нас выходили по рации при любом чихе со стороны хохлов. Все время существования ЧВК Вагнера было связано с главным управлением генштаба, то есть ГРУ, главной структуры военной разведки в стране. Одна из таких связей обнаружилась во время расследования крушения малазийского Боинга в небе над Донецкой областью. В суде была доказана причастность российских чиновников и военных к координации донецких сепаратистов во время катастрофы. Кроме того, доказано, что и оружие доставлялось российскими военными. Одну из систем БУК доставили при участии офицера ГРУ Олега Иванникова. Правда, не ту, из которой сбили Боинг. Расследователи BillingCat, сопоставив прослушки СБУ, интервью особо болтливых сепаратистов и данные утечек, пришли к выводу, что Иванников командовал группой Вагнера и самим Дмитрием Уткиным в самопровозглашенной ЛНР, то есть осуществлял координацию на месте. Офицер ГРУ, который в том числе отвечал за поставки оружия и техники сепаратистам, командовал Уткиным и его наемниками с 2014 года. Один из командиров, давший анонимные показания Комитету по международным делам Британского парламента, утверждает, что Вагнер с 2014 года до самого мятежа снабжался логистическими линиями Министерства обороны. Все, что необходимо для боевой формы, снаряжения, оружия и боеприпасов, было получено из запасов Министерства обороны. ЧВК Вагнер всегда был обеспечен в соответствии со стандартами российских вооруженных сил, чтобы не усложнять спецификацию поставок и оружия. Более того, вероятнее всего, снабжение Вагнера осуществлялось тем же ГРУ. Знаменитая база ЧВК в Молькино была расположена вплотную к ГРУшной воинской части. Вероятно, поставки вооружения осуществлялись через секретный 78-й разведывательный центр ГРУ, воинскую часть номер 35-555, через которую формируются и другие квази-военные структуры ГРУ, о них скажем позже. До мятежа Пригожина именно через эту часть осуществлялись поставки боеприпасов вагнеровца. В начале 2023 года канал ВЧК ОГПУ опубликовал акты передачи артиллерийских снарядов. Промежуточным пунктом в маршруте была указана все та же воинская часть 35-555, 78-й разведцентр ГРУ. ГРУ годами снабжало наемников Пригожина оружием, но в своих наездах на Минобороны Пригожин ни разу не упоминал ГРУ, которые обеспечивали наемников боеприпасами. Хотя логично спрашивать с непосредственных поставщиков. Он винил генштаб, который 10 лет снабжал вагнеровцев, а тут вдруг перестал. Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться. Это не военный переворот. Это марш справедливости. Тем временем ФСБ возбуждает уголовное дело по факту мятежа. К полуночи в Ростове, где находится штаб российской группировки войск в Украине, объявлен план «Крепость». Въезд в город перекрыт. Мятежники едут по федеральной трассе М4. Где находится Шойгу, неизвестно. Зато в Ростове замечают военную технику. Город готовится к приезду Вагнера. До сих пор единственной реакцией Кремля, помимо обезличенных сообщений пресс-служб силовых ведомств, четыре слова от пресс-секретаря Пескова. Все необходимые меры принимаются. После полуночи через военкор ВГТРК Андрея Руденко публикуется обращение. Сначала Сергей Суровикин, одного из самых известных военачальников российской армии, генерала Армагеддона, авторитет которого признает и сам Пригожин, хоть Суровикин и числится заместителем начальника генштаба Герасимова. Пока не поздно и нужно и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Сам Путин тем временем отмалчивается. В то время как Пригожинские колонны двигались в сторону Ростову, а город готовился к осаде, Кремль публикует обращение президента ко Дню молодежи. Следом за Суровикиным к Вагнерам обращается первый замначальника ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Это удар в спину стране и президенту. До мятежа Алексеев не был известной публичной фигурой, в отличие от того же Суровикина. Но его появление перед камерами в этой ситуации объяснимо. Генерал ГРУ был едва ли не отцом всех частных и добровольческих формирований, воевавших в разных частях света. Прежде всего в Украине 10 лет назад. У нас Министерство интриг, место Министерства обороны. Братья по ЧВК Вагер, я с первого дня существования организации выполнял с вами боевые задачи. 14-й год, 15-й, 16-й. Взаимодействую активно и сейчас. В своем первом появлении на телевидении генерал-лейтенант Алексеев подтвердил то, что российские власти опровергали последние 10 лет. Во-первых, существование частных военных компаний. Во-вторых, кураторство ЧВК из Министерства обороны. И в-третьих, фактически он подтвердил их присутствие в Украине в 2014 году. Это была пробная группа. Сначала их было 30 человек. Их бросили на штурм Луганского аэропорта вместе с казачками. А после этого развернули в полноценный отряд. 200 с чем-то человек. Потом 300. В мае 2024 в провагнеровских телеграм-каналах стали появляться сентиментальные посты ко дню рождения компании с большой буквы и фотография. Якобы первый документ, декларация ЧВК, подписанная Вагнером, то есть Дмитрием Уткиным, и директором, то есть Евгением Пригожиным. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Кремлю в те годы были очень нужны как бы частные или как бы добровольческие структуры, которые позволили бы отрицать прямое участие в любом конфликте, не только в украинском. Как бы частная ЧВК Вагнера была для этого удобным инструментом. Помимо участия в локальных боях, вагнеровцы, вероятно, были нужны и для разных грязных дел. Они занимались устранением неконтролируемых сепаратистов. Так, в 2015 году неизвестные расстреляли машину Алексея Мозгового, командира батальона «Призрак». Они же якобы причастны и к убийству Александра Беднова с позывным «Бэтмен». О вероятном участии вагнеровцев в убийстве сепаратистов говорили в том числе и участники боевых действий. Незадолго до собственного ареста по обвинению в призывах к экстремизму Игорь Стрелков-Гиркин, бывший кадровый офицер, который участвовал в боевых действиях на Донбассе и аннексии Крыма, утверждал, что к убийству несговорчивых полевых командиров причастен тот самый Алексеев. Алексеева я знаю лично, знаю очень хорошо. Да и саму Вагнера он создавал. Более того, это именно тот человек, про которого Алексей Мозговой мне в 2014 году, незадолго до смерти, рассказывал, что Владимир Степанович именно ему угрожал. Свою угрозу Владимир Степанович исполнил руками Вагнера. Участие ЧВК Вагнера в конфликте в 2014-м уже никем не оспаривается. Более того, не оспаривается ее связь с ГРУ и открыто говорится об участии кураторов-наемников в политических убийствах, сражавшихся за русский мир полевых командиров. Через полгода после мятежа об участии Алексеева в создании Вагнера пишут и близкие ЧВК-люди. Один из постов появился в канале «Пересвет» в ноябре 2023-го. Человека с таким же позывным Пригожин наделял функции пресс-секретаря в начале публичного конфликта с Минобороны. Иными словами, этот пост об Алексееве, вероятно, сделал близкий Пригожину человек. Именно Алексеев курировал ЧВК и был, по сути, непосредственным руководителем Вагнера. Следовательно, Демарш Пригожина стал для него прямым ударом. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос все-таки, кто Родине изменяет. У нас Министерство интриг, Местное Министерство обороны. К июню 2023 года очевидно. В российской армии, уж если не раскол, то явно есть несогласный с ходом войны и поведением Генштаба. Публичные конфликты между различными воюющими подразделениями стали нормой. Тот же Пригожин вместе с Кадыровым обвинял генерала Александра Лапина в безвольной сдаче завоеванных Лимана и Изюма. В январе, якобы из-за конфликта с начальником Генштаба Герасимовым, с поста главкома ВДВ ушел генерал-полковник Михаил Теплинский. Правда, позже стало известно, что Теплинский остался в армии и возглавил группировку «Днепр», воюющую на юге Украины. Насколько мне известно, одна из них заключается в том, что он отказался заниматься лизоблюдством и высказывал честные мнения, сберегающие многих десантников, за которых он отвечал. Думаю, эти отважные парни принесут еще немало пользы своей стране и россиянам благодаря Теплинскому. Знаю, что все военные бойцы ЧВК «Вагнер» всегда отзываются о нем с теплотой. В конце апреля 2023-го из армии уволили замминистра Михаила Мизинцева, отвечавшего за материально-техническое обеспечение. Он стал заместителем командиров ЧВК «Вагнера». Генерала армии Сергея Суровикина понизили до заместителя Герасимова в штабе объединенной группы войск после отступления из Херсона. С начала 2023-го Суровикин был связующим звеном между «Вагнером» и высшим командованием, так как он близок с Пригожиным. По данным «Вашингтон-Пост», он даже знал о готовящемся мятеже заранее. В то же самое время связанные с Пригожиным медиа начинают вбрасывать информацию. Вместо «Шойгу» пост министра обороны должен занять бывший охранник Путина и на тот момент губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он тоже связан с Пригожиным. До своего губернаторства Дюмин был замминистра обороны и отвечал в том числе за снабжение армии. После ухода Дюмина из министерства в 2016-м Пригожин лишился значительной части своих контрактов с ведомством, соответственно, заработка на них. Зато он получил контракт на благоустройство Тульского парка «Патриот» сразу после назначения Дюмина губернатором. Именно Дюмин на заре создания ЧВК Вагнера выдернул с военной пенсии самого Вагнера. Именно он, как писала новая газета, позвонил Дмитрию Уткину и предложил заняться созданием ЧВК. И Дюмина, и Пригожина широко пиарили военкоры российских государственных телеканалов, при этом игнорируя «Шойгу» и даже иногда критикуя Минобороны за плохое снабжение армии, да и не только. Во многом благодаря этому пиар-успехи Пригожин значительно выделялись на фоне неудачи стальной армии. С военкора ВГТРК Евгения Поддубнова, по сути, и началась кампания «Дайте снаряды Вагнерам». Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае, с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК Вагнер. Другой военкор ВГТРК Александр Сладков, на тот момент второй по популярности неанонимный военкор в Телеграме, публикует целый репортаж из статата «Крепости неформальных патриотов» Вагнер-центра. Все уже давно сделано в Вагнер-центре, но это действительно так, это не какая-то реклама пошлая. Одним словом, военкоры официальных российских СМИ, с которыми лично встречались и Шойгу, и Путин, причем неоднократно, и в последний раз прямо накануне мятежа, полгода фактически надували позитивный образ Пригожина и на фоне критики Шойгу пиарили его потенциального сменщика, Дюмина. И началось это не в день мятежа. Взять, к примеру, того же Поддубного. В октябре 2022 года у него 950 тысяч подписчиков в Телеграме. С ноября 2022 года, до Дня мятежа, Поддубный 14 раз репостил сообщения канала правительства Тульской области. Больше внимания Дюмину уделял только военкор Первого канала Ирина Куксенкова, но у нее и охваты меньше. Причем и посты не случайные. Пока Минобороны критикуют за ржавые автоматы для мобилизованных, Дюмин на видео напутствует полностью экипированных рекрутов. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Вы, настоящие сыны своего отечества, истинные патриоты, встаете в этот строй защитников отечества. Все продумано до мелочей, чтобы помочь вам эффективно выполнить задачи, которые будут стоять перед вами. Даже на следующий день после мятежа Поддубный и ряд других военкоров, как по команде, репостнули очередное пиар-видео Дюмина с военными, как бы показывая, кто на самом деле должен руководить армией. В общем, все это говорило о том, что в армии недовольны Шойгу и Герасимовым. Но Пригожин и до мятежа позволял себе слишком многое и, видимо, окончательно вышел из-под чего-либо контроля. Даже после единственного военного успеха российских войск в 2023-м армию повара решили забрать. 20 мая 2023 года, 20.05.20.23. Сегодня по полудню в 12 часов полностью был взят Бахмут. Пригожин объявил о полном контроле над Бахмутом 20 мая. Нам никто во взятие Артемовской из военных практически ничем не помогал, кроме Суровикина и Мезенцева. Огромное количество людей, которые просто гадили. Особенно из генералитета. А 10 июня Министерство обороны объявляет, все в добровольческие формирования должны подписать контракт с Минобороны. ЧВК Вагнера тоже считается добровольческим соединением. И подпись, видимо, означает, что Пригожин лишится контроля над ЧВК Вагнера. В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск министром обороны Российской Федерации подписан приказ. Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Публично, под камеры, контракты подписывают первые 10 добровольческих подразделений. Всего их, согласно заявлению Минобороны, более 40. Поздравляю с заключением контракта на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации. Уже не первый год воюем вместе. Задачу усмирить вагнеровцев, по всей вероятности, поручили создателю ЧВК, генералу Алексееву. Именно он подписывал первые контракты с добровольческими подразделениями. Среди подписавших контракт на камеру люди, которые состояли в тот момент, например, в Союзе Добровольцев Донбасса. По сути, Алексеев подписывал контракты со структурами, которые и так курировал. Добровольческие формирования, которые на камеру подписывали контракты, частично формируются через ЧВК «Редут». Формально это частная организация, которая вербует военных в различные добровольческие подразделения. Через «Редут», например, пополняются и соединения, воюющие от лица Союза Добровольцев Донбасса, нескольких казачьих бригад, бригады «Волки», отряда «Ветераны», «Медведи», «Дешерга», «Русич» и другие подразделения. Даже «Газпромовская ЧВК «Поток»» формируется через «Редут». Это выяснили журналисты расследовательских проектов «Схемы и система». Своё кураторство над этими формированиями генерал ГРУ Алексеев после мятежа Пригожина перестал скрывать. И сами подразделения перестали стесняться начальника СГРУ. В апреле 2024-го бойцы «Эспаньола», где воюют ультраправые футбольные фанаты, даже трогательно поздравили генерала Алексеева с днём рождения. Нам отрадно, что Владимир Степанович дал нам некогда карт-бланш на самореализацию, и мы не только сумели им воспользоваться, но и задали планку. Сам Алексеев незадолго до этого наградил орденом мужества «Питбуля» Михаила Турканова, известного питерского футбольного фаната, ультраправого националиста с головы до ног, забитого свастикой. Принцип вербовки у редута даже схож с вагнеровским. Вербовщики публикуют вакансии в телеграм-каналах или в группах в ВК. Рекорды некоторых подразделений проходят подготовку на базе 16-й бригады спецназа ГРУ в Тамбовской области, после чего их отправляют на фронт в составе того или иного как бы добровольческого отряда. Все эти люди подписывали контракт с вымышленным юрлицом. По крайней мере, такого редута в реестре юридических лиц нет. Кроме того, некоторых завербованных бойцов приписывали к воинской части 35-555, того самого 78-го развецентра ГРУ, через который снабжалась Чебака Вагнера. Одним словом, Чебака Вагнера хоть и самая известная, но далеко не единственная ГРУшная военная структура, которая участвует в украинской войне и до этого участвовала в других российских воинах. Но взбунтовались только они. Пригожин решил вручить свой контракт лично Шойгу. Даже приехал для этого в Москву. Сейчас 13 часов 22 минуты. Я приехал передать документы министру обороны Шойгу Сергею Кожугетовичу, а именно два экземпляра подписанного с моей стороны договора. Я здесь. Письмо не принимают. Сам лично приехал. Приехал с удостоверением героя России. Попытка всучить подписанный контракт в окно приемной Министерства обороны вряд ли была попыткой Пригожина добровольно сдать свой главный боевой актив. Скорее, это был способ показать. Пригожин сделал все возможное перед тем, как пойти на Москву маршем справедливости. Мы умываемся кровью. В Минобороны опровергли всю информацию об ударе по расположению ЧВК «Вагнер», который идет от Евгения Пригожина. В ФСБ призвали бойцов ЧВК не совершать непоправимых ошибок, не выполнять предательские пригазы Пригожина и принять меры к его задержанию. Обо всем случившемся проинформирован Владимир Путин. В ночь на 24 июня «Первый канал» вышел со специальным выпуском новостей. Пригожин тем временем на подходе к Ростову-на-Дону. На московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу у вертушек. Подразделения ЧВК «Вагнер» все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю. Мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели. Мы готовы все умереть. Все 25 тысяч. Вот колонна вагнеровцев в центре Ростова. Рано утром уже ясно. Пригожин в Ростове. Он беспрепятственно занял штаб российских войск, главный командный центр. Под контролем военные объекты Ростова, когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. Там же Пригожина снимают в компании замминистра обороны Юнусбеком Евкуровым. Он выглядит напряженным и пытается убедить Пригожина отступить. И все тем же генералом Алексеевым. Тот выглядит в расслаблении. Ну кто вы такой, чтобы со мной на ты расставали? Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника генштаба и шайки. Пока их не будет, мы находимся здесь. В городе неразбериха. Кто-то фотографируется с вагнеровцами, кто-то ругается. Но массового недовольства Пригожиным нет. Все, братва, красава, да? Но не надо устраивать именно уже агрессивно, да? Поддерживайте. Красавцы, вы через эту беложуху все от них. Вот, давайте без агрессии, без вот этого, да? Вот это хаоса. Это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. И тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Тот, кто организовал и готовил военный мятеж. Кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответит за это. Тем временем колонны Пригожина движутся в сторону Москвы, которая готовится к осаде. Их пытаются атаковать вертолеты, но вагнеровцы их сбивают. Смотри! Смотрите, это верно. Молодец! Колонны ЧВК «Вагнера» двинулись на Москву, вероятно, раньше, чем Пригожин записал первые ролики в штабе войск. Так или иначе, в течение дня колонны проехали всю Ростовскую область. В Воронежской области, судя по количеству видеоналетов авиации и Минобороны, они встретили самое ожесточенное сопротивление. Но преодолев его, минуя импровизированные заграждения в виде грузовиков и перекопанных дорог, окружными путями они заехали в Липецкую область. Одно из последних видеодвижения колонны снято недалеко от Ельца. ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон. Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении, в полевые лагеря, согласно плану. Взял трубку. Разговор – эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд, минут 30 на матерном языке. Официально главный переговорщик, убедивший Пригожина остановить поход на Москву, Александр Лукашенко. Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю, Евгений. Никакого кровополития. Как только ты нарочно-ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, все. В пятом часу вечера он мне позвонил и говорит, Александр Лукашенко, я принимаю все ваши условия. Но что мне делать? Останавливаемся. Они начнут нас мочить. Я говорю, не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя. Вечером 24 июня ЧВК Вагнера и ее хозяин покинули Ростов-на-Дону под авации горожан. Дело против Пригожина закрывают. Он и его бойцы отходят в Беларусь, сдав технику Министерству обороны. За сутки мятежа российская армия потеряла 6 вертолетов, один самолет и одну бронемашину «Тигр», уничтожив вагнеровские два грузовика, два уазика, а также одну бронемашину. По словам Пригожина, всего двое вагнеровцев погибли во время мятежа, и те, по словам Пригожина, присоединившиеся во время мятежа военные. Еще 30 после удара по полевому лагерю. Армейские потери от 13 до 20 человек, среди которых военные летчики. Во время мятежа у Пригожина привели обыск в его петербургском офисе и изъяли 10 миллиардов рублей наличкой, но потом деньги вернули. Из них повар пообещал выплатить компенсацию в 50 миллионов семьям погибших. Не погиб никто, еще раз повторяю, из тех, кто находился на земле. И в этом была наша задача. Среди бойцов ЧВК «Вагнер» несколько человек ранены и двое погибших, которым присоединились к нам, военнослужащие и Минобороны, по собственному желанию. Спустя ровно два месяца с начала мятежа личный самолет Пригожина упал недалеко от Валдайской резиденции Путина в Тверской области. На борту были, помимо повара, шестеро высокопоставленных вагнеровцев, включая самого Вагнера, Дмитрия Уткина. Их похоронят тайно и без воинских почестей. Чистки в армии начались до падения самолета с Пригожиным, и последствия мятежа растянулись на год после его окончания. Спустя три недели после мятежа газета Wall Street Journal пишет о 13 задержанных, среди которых генерал Суровикин, его какое-то время якобы даже держали в застенках, заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Все трое позже окажутся на свободе, но далеко не в том же статусе, что и прежде. Суровикина отправят в Африку. Об отставке Юдина публично объявят гос.СМИ. Статус Алексеева непонятен. Он продолжает мелькать в компании наемников-добровольцев. В то же время от командования отстранен командир 106-й дивизии ВДВ генерал Селиверстов. Его подразделение вместе с вагнеровцами осаждало Бахмут, а за самого генерала под адом ВЧК ОГПУ вступался тульский губернатор Дюмин. В августе Селиверстова якобы вернули, и он появился на дне ВДВ за спиной Дюмина. На опубликованном видео его нарочито показывали в одном кадре с губернатором. Товарищи гвардейцы-десантники, поздравляю вас с днем воздушно-десантных войск. ВДВ по праву считается элитой вооруженных сил. Вы всегда находитесь на самых ответственных и стратегически важных направлениях, проявляя мужество, бесстрашие и силу духа. 16 июля депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал прощальную речь командующего 58-й армии генерала Попова, которого убрали с поста, якобы за правду, высказанную в адрес руководства. Правда, неизвестно, был ли Попов в курсе, что его слова выйдут в публичное поле. Старшие начальники почувствовали у меня опасность какую-то, и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, выявили мое распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащего женского силы Украины. Нас ударил с тыла наш старший начальник. Предательский и подло. Обезлаев армию в самый тяжелый и напряженный момент. Через год Попов окажется за решеткой во время еще одной волны чисток в Министерстве обороны. Это тоже считается последствием мятежа Пригожина. За решеткой, помимо Попова, оказался заместитель Шойгу Тимун Иванов. Он сменил Дюмина в ведомстве в 2016 году. Кроме того, уголовные дела возбудили против начальника кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника Главного управления связи Вадима Шамарина и начальника управления по обеспечению госзаказа Юрия Вертелецкого. Попов тут явно выделяется. В отличие от него, боевого генерала, который пользуется авторитетом в войсках, остальные в большей степени чиновники, ответственные за военное хозяйство и обеспечение. Даже вице-спикер Совета Федерации и генсек Единой России Андрей Турчак, по данным источников проекта, сослан на удивительно низкую для него должность губернатора крошечной республики Алтай. Источники проекта утверждают, что все это за поддержку Пригожина. Таким образом, Путин разобрался с последствиями мятежа только к его первой годовщине. И главным последствием стало не только увольнение нелояльных и лояльных к Шойгу людей, но и самого министра. 12 мая Путин отправил его в отставку. Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, войска московского гарнизона по раду победе готовы. Генерал армии Шойгу. Видимо, досталось даже военкорам. Евгений Подубный из ВГТРК после мятежа Пригожина не появлялся на линии фронта. Сначала он несколько месяцев и вовсе не выходил в эфир федерального телеканала, хотя предыдущие полгода регулярно делал сюжеты с передовой. Осенью он оказался в Ливане и лишь весной 2024-го вновь стал освещать войну в Украине в эфире «Россия-1» из Белгородской области. Вот так на баге пытаемся залететь в Волчанск под прикрытием станции радиоэлектронной борьбы. В небе работают эпивидроны противника. Публично главный посредник переговоров с Пригожиным Лукашенко. Но телеграм-каналы, в том числе близкие Пригожина, утверждают, что повар становился перед Тульской областью не случайно, после переговоров с губернатором Дюмином, своим давним знакомым. Он, пожалуй, единственный из всех явных и скрытых героев мятежа, кто после выступления Пригожина не выглядит проигравшим. Наоборот, Дюмин пошел на серьезное повышение. Мало того, что он вернулся в Москву в качестве помощника Путина, стал секретарем Госсовета и вошел в военно-промышленную комиссию, специально под него, по словам источников проекта, создали Управление по государственной политике в сфере ОПК. И это усилило позиции бывшего охранника Путина в Кремле. И почти сразу Дюмин встретился с новым министром обороны Андреем Белоусовым, с которым обсудил поставку беспилотников. Нас 25 тысяч! А что случилось с ЧВК Вагнера, который полгода называли самой эффективной частью российской армии? Куда делись те 25 тысяч человек? Вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года, да, воевали в таком подразделении? Спустя месяц после гибели Пригожина Путин принимает одного из руководителей ЧВК Вагнера Андрея Трошева. Название компании Путин не произносит. Вы сами знаете, что это такое, как это делается? Командиры наемников начали разбредаться. Сначала командир Антон Елизаров с позывным «Лотос» раскритиковал Трошева, который встретился с Путиным. Слухи о том, что большинство командиров ЧВК Вагнер перешли в редут, а работать под управлением Министерства обороны являются лишь мечтой. Хотя если считать престарелого, штабного офицера с позывным «Седой», тогда это правда, так как единственный, кто ушел, это он. Сам «Лотос» начинает собирать ЧВК Вагнера под знаменем Росгвардии. Структура Виктора Золотова получила право набирать боевых добровольцев после указа Путина, подписанного в декабре 2023 года. Наш полевой лагерь на казачьих лагерях, он продолжает расти, строится. Мы идем к своей цели. И для людей, которые прибудут, готовы уже места для расселения, готовы места приема пищи и так далее. Но и нового ЧВК Вагнера под началом Золотова не появилось. Три палатки за спиной Елизарова так и не расширились до полноценного лагеря. 14 октября 2023 года так называемые добровольческие соединения объединились в добровольческий корпус, о чем сообщил ТАСС. Туда вошли подразделения, которые формируются через ЧВК «Редут». Проект генерала Алексеева, который в эти месяцы, кажется, вышел из опалы. Накануне он наградил участников нового формирования различными официальными наградами. На предплечье Алексеева «Шеврон ГРУ». То есть из Генштаба его не уволили, как писали телеграм-каналы ранее. В феврале 2024 года Главное управление разведки Украины заявило о создании структуры, в которые должны были войти бывшие вагнеровцы. Замглавы управления Вадим Скибицкий рассказал о 18 тысячах человек, которых по-вагнеровски бросают на мясные штурмы Авдеевки. Это постоянные штурмовые действия и достижение результата любой ценой. Что касается зарплаты, то она там почти такая же, как и в вооруженных силах России. Но у Вагнера зарплата была выше, и Вагнер очень ценил своих инструкторов и командиров. Однако после этого о добровольческом корпусе, к которому очевидно имел отношение Алексеев, больше ничего не известно. Телеграм-канал подразделений не обновляется с января этого года. Я тебя поздравляю. В апреле о вхождении в чеченский батальон «Ахмат» объявил Александр Кузнецов с позывным «Ратибор», что в анонимных провагнеровских чатах воспринималось, мягко говоря, со скепсисом. 98% по крайней мере группы Вагнера, если завтра вдруг Дунай потечет вспять, скорее пойдут в редуты, испаньолы, десантные подразделения и прочее. Но никогда они не станут мясом для стоящих за спиной со штыками шахалов. Несколько десятков человек из бывших вагнеровцев остались в Белоруссии и тренируют местных силовиков на военных полигонах. Но невозможно даже примерно оценить, где оказались выжившие участники мятежа Пригожина. То, что называли самым боеспособным подразделением российской армии, как будто бы исчезло вместе с Пригожиным. Но на деле те принципы, по которым существовало ЧВК Вагнера, остались. С начала 2024 года в каналах, связанных с бывшей медиа империей повара, стали массово публиковаться вакансии на дальнее направление, то есть в Африку. Те же наборщики под тем же номером, что и при жизни Пригожина, нанимают людей в штурмовые отряды. В апреле заработал даже целый сайт наборщиков в ЧВК Вагнера с пометкой «Только дальнее направление». Инфраструктура, вероятно, используется та же, что и при Пригожине. Тренировки бойцов, видимо, проходят в Молькино, где долгие годы была база ЧВК Вагнера. Во всяком случае, один из контактов наборщиков записан у других людей, как Молькино Министерство обороны. А в чатах набираемых отрядов обсуждаются бытовые трудности африканской жизни. А если вы идете в компанию за легкими деньгами, то есть у вас это не получится. Там вы не отсидитесь нигде и больших денег не получите. А СВО чем? Чем плохо? Скажет компания, пойдете, мы там были, и все нормально. Часть людей активно отправляют в Ливию, как выяснили издание «Верстка» и проект «Олайзон Вагнер». Россия наращивает присутствие в этой стране с начала 2024-го. При этом неизвестно, что происходит с африканским бизнесом Пригожина. Сразу после его смерти Wall Street Journal писала, что управляет им Дмитрий Сытый, глава русского дома в Центральной Африканской Республике. Вот он на праздновании Дня Победы этого года у памятника наемникам ЧВК Вагнера. В то же время сирийские активы Пригожина, как пишет Радио Свободы, отошли под управление ГРУ и генерала Аверьянова, который прославился участием в отравлении скрипалей и другими диверсиями в западных странах. Его подчиненный Максим Грехов управляет сирийской компанией Airpost-M, у которой в регистрационных сведениях родом деятельности указана цитата «оказание услуг по охране объектов, в том числе нефтяных месторождений». И после бунта наемников никто не отказался от найма так называемых добровольцев на войну в Украину. ЧВК «Редут» продолжает заключать контракты с россиянами и агитировать наниматься в добровольческие отряды в социальных сетях. В числе агитаторов – один из бывших командиров ЧВК «Вагнера» позывной «Зомби», продемонстрировав награды, сообщил, что возглавил разведывательно-штурмовую бригаду «Восток-В». Наборщик этой бригады сказал, что контракт заключается с «Редутом» на полгода и зарплаты 220 тысяч рублей в месяц. Стандартные условия для наемника. Таких пабликов, набирающих людей в добровольческие отряды для войны с Украиной, множество. Кто-то даже заманивает «Редут» тем, что весь личный состав «Отряда» состоит из бывших «Вагнеровцев», а наборщики даже предлагают выбор подписать контракт с «Редутом» или «Министерством обороны». Видимо, спустя год после мятежа доверие структурам Минобороны не вернулось. Те, кто хочет ехать воевать, не желают иметь дело с официальными ведомствами. Проект. Узнайте впервые. Редактор субтитров А.Семкин